Прием как начало учебного года процесс традиционный. В подростковых клубах по месту жительства, как и в других образовательных учреждениях, он проводится не впервые. Да и как без проверок. В помещения проведены необходимые инженерные сети, есть система безопасности и связь. И надо, чтобы все это работало как часы. Да и вид должен быть презентабельным. При подготовке к сентябрю не остается в стороне и сама молодежь. Работа по подготовке началась уже с июня месяца. В июне месяце у нас традиционно работали трудовые бригады, ребята. В этом году 82, они совершеннолетних, с 14 до 18 лет. И они уже внесли свою лепту и в подготовку подростковых клубов, потому что они принимали участие и в генеральной уборке, и в поклейке обоев. Они и готовили подростковые клубы, и научились обои клеить. Стартовал маршрут приемки с клуба романтики на Ивана Франко. Кстати, всего их по городу 21, в 9 из которых предоставляются услуги дополнительного образования. Именно на последние и делается акцент. А переменный численный состав воспитанников сети клубов – около 3400 детей. Подростковые клубы всегда расположены на первых этажах многоквартирных домов. Ну, то есть находятся в шаговой доступности. В том числе поэтому в них собирается так много ребят. Сейчас мы приехали в Звездный, а это, к слову, самый большой по площади клуб в Тамбове. И в нем самый широкий выбор направлений для занятий. Есть даже довольно крупный актовый зал, где ребята занимаются музыкой. Находится он в Ледке и, разумеется, стал настоящим центром притяжения местных подростков. Надо отметить, что даже во время подготовки к приемке занятия не прекращаются. Клубы функционируют круглый год. Вот и тут мы застали юных художниц за мольбертами. Я хожу сюда четвертый год. Мне просто очень нравится рисовать. Что больше всего нравится в клубе именно? Почему вот дома так не рисуется, а вот именно здесь хочется? Не знаю. Тут хороший педагог. В проверке участвуют представители различных ведомств. Городской администрации, МЧС, ГИБДД, ОМВД и других. И, конечно, у каждого свои критерии оценки. Я могу сказать, что мы в приемке подростковых клубов участвуем ежегодно. И это не первое посещение этих образовательных организаций. Все требования доведены были заранее. И пока никаких нареканий к подростковым клубам у нас нет. Остались довольны и другие члены комиссии. В общем, клубы к учебному году готовы. Не зря Центр внешкольной работы в этом году отметил уже 25-летний юбилей и продолжает стремиться к расширению своей сети. К слову, такая сеть подростковых клубов – единственная в Черноземье. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей.